Истец просит компенсировать вред здоровью и моральный вред, так как в результате провокационных действий ответчика он стал заикаться и вынужден лечиться. Ответчик утверждает, что истец сам виноват в том, что случилось. Пожалуйста, я вас слушаю. Да, я Пиахин Кирилл Сергеевич. Прошу компенсацию вреда моему здоровью в размере 50 тысяч рублей и морального вреда я оцениваю в 100 тысяч рублей. Ответчик Тегубов Вадим Борисович работает охранником в нашей школе. И он в отношении меня устроил настоящую провокацию, в результате которой я испытал сильнейший стресс. Я даже начал заикаться. А я, между прочим, работаю преподавателем русского языка и литературы в старших классах. Мне приходится очень много разговаривать, рассказывать. Ну, а какие могут быть лекции с заиканием? Ну, смех один. И мне пришлось даже обратиться в медицинский центр для того, чтобы избавиться от заикания. Вот договор оказания услуг. Как раз 50 тысяч рублей. Я слушаю вас. У нас был корпоратив в школе, посвященный дню рождения директора нашей школы. И, соответственно, ответчик подошел ко мне, сел и начал мне все время подливать алкоголь. Но при этом сам не пил. На основании этого мы с ним вышли на улицу поговорить, и там встретили нашу работницу школы, Лидию Ветрову. И получилось так, они отвели меня в подсобку, ложились спать. Но когда я проснулся, Лидия Ветрова оказалась полуголая на мне. И тут я вижу, что она падает на бок, появляется моя жена, и электрошокером бьет меня. Я, естественно, потерял сознание. Оказывается, этот ответчик позвонил моей жене, все это подстроил, эту провокацию, и сказал, что я якобы своей жене изменяю. И это он дал ей шокер. Кому? Жене? Моей жене, да. Чтобы она как бы пришла и отомстила якобы за измену мою. Поэтому я даже свидетелем вызываю свою жену по этому поводу, конечно. То есть она расскажет подробно, скорее всего. Так, ну что, вас ударили шокером, вы потеряли сознание, и что дальше? Да, я вот начал заикаться. Естественно, как бы работать так невозможно, потому что с заиканием какие лекции могут быть. И пришлось даже обратиться, я говорю, в медицинский центр, 50 тысяч вот потратить на лечение. То есть это вот как раз... А по полису страхования вы могли получить эти услуги? Ну, заикание, по-моему, не входит в такой полис. Не могли? Нет, не мог. Поэтому пришлось вот, собственно, и средства привлечь. И моральный вред просите? Да, моральный вред. 100 тысяч рублей. Конечно, да. Дети смеются невозможно. Как можно лекции рассказывать с заиканием? Это смех только. Так, ответчик Трегубов Вадим Борисович. Что можете пояснить? Иск признаете? Нет, не признаю. Я вообще считаю, что он сам во всем виноват. В чем он виноват? Да устроил тут даже, меня оболгал. Я заслуженный человек. Между прочим, мне даже дали часы. Вы заслуженный человек в чем? В том, что год назад я задержал мужа-поварихи, вооруженного топором, который шел на разборку с физруком, прерывновав того. Так, молодец. И за что я получил наградные часы от родительского комитета, и также я получил грамоту от охранного агентства. Это, конечно, вы молодец. А по поводу вот этого случая, что можете пояснить? Вы знаете, Ваша честь, год назад, когда истец устроился на работу к нам, учителем литературы, он вообще очень разговорчивый. Он мне начал изливать душу. И вообще постоянно жаловался на жену, что она запустила себя после родов. Я представлял себе бесформенную жаробасину в засаленном халате, которая сидит только в соцсетях, и ничего не нужно, и ничего не интересно. А потом так получилось, что он позвал меня на новоселье, и я влюбился. Ничего себе, я ему доверял, другом его считал, даже в гости пригласил. А он мою жену позарился. Так, вы влюбились в жену истца. Да, понимаете. А она в вас? Я верю, что она любит меня. А вы что, встречаетесь? Нет, но я уверен, что она... А встречались? Нет? Ну, конечно, мы встречались, когда я пытался раскрыть ей глаза на ее же мужа. Нет, я имею в виду, встречались как любовники, нет? Нет, нет, такого не было. А, то есть вы ее любите, а она не в курсе? Да. Угу. Ну, и что дальше произошло? Ну, вот он поливал ее по-моями, а увидел я совершенно другую, чудесную рыжую девушку. У нее милая улыбка, округлые бока. Никакая она не жаробасина. Я поплыл, я гнал от себя первые недели эти мысли. А он все ходил и говорил мне, какая она там плохая. А я ему и поддакивал, знаете, и говорил, что на него женщины с работы засматриваются, он мог бы с ними замутить. Ну, давайте ближе к вечеру, вот к этому роковому. Да, я признаю, это я подговорил Ветрову, чтобы она совратила истца. Угу. Но она совратила? Или вы его так напоили, что у нее не получилось это? Да как напоили, он сам пьет и наговаривает на меня, что это я ему подливал. Да он все подстроил и сам признается в этом. Как я тебя построил? Я тебя заливал, что ли, насильно? Ну, так что, ответчик, вы мне расскажете все-таки, что было или нет? Давайте, вот начался вечер, там сидели все за столом. Сидели все за столом, да. Я предварительно подговорил кладовщицу Ветрову, чтобы она совратила истца, учитель литературы, товарища Пряшникова. Ну, вы как этому поспособствовали? Наливали ее? Она моя давняя подруга, мы с ней договорились. Она действительно на него засматривалась. И я решил так все подстроить. Ну, напоими его. Да он сам напивался, что его напоивали. Ну, вы помогали ему напиться-то? Ну, как помогать-то, мне надо помогать. Да он сам не пил, а мне наливал. Я же видел. Наливали? Наливали, ответчик наливали? Наливал, да. Наливали. Дальше что произошло? Дальше что произошло? Дальше он пошел курить и увели его в кладовку, где, собственно, и ждала его Ветрова. Так. И что Ветрова сделала? Ветрова попыталась сесть на него, чтобы я привел жену, и она это увидела. Так, вы привели жену, Ветрова разделась. Я, что ли, за вас должна все рассказывать-то, ну? Да, Ветрова разделась, и в этот момент я привел жену. Так, и что жена сделала? Ударила Ветрову. Ветрову? Электрошоком. А Пряхин Кирилл Сергеевич? Ну, а потом она меня ударила. Ага. То есть сначала Ветрову? Да. А Ветрова-то знала, когда соглашалась на это все действие, что с ней так поступят. Ну, я не мог ей сказать все в общих чертах, но она была согласна. То есть вы фактически признаете, что вы вот это все устроили, дали электрошокер жене, она ударила сначала Ветрову, Ветрова, слава богу, я так понимаю, жива и здорова, да, я надеюсь, и пострадал у нас истец, правильно? Да. Сильно напугался. Да, я свою вину вообще не отрицаю, и даже снял все, что было с карточки, вот, 25 тысяч. А, то есть вы частично признаете иск? Да. И, короче, готов заплатить за это. Угу. Все, что есть, вот все, ни копейки больше нет. Ну, пожалуйста, передавайте денежки. Не, ну 25 тысяч это не серьезно, я только на лечение 50 потратил. Подождите, а то сейчас и этого не получите. То есть вы частично иск признаете, прямо в судебном заседании возмещаете часть причиненному вреда? Да, но я все равно считаю, что я больше помог их семье. И она стала крепче. Ну, а что дальше-то с семьей с вашей случилось? Так с семьей у нас все нормально, мы с женой прекрасно... Я просто не буду больше общаться с этим товарищем и откровенничать на стороне, чтобы... А зачем вы про свою жену плохо говорили? Я не плохо, я просто, скажем так, просто подружески ему рассказывал, я не называл ее оба себя никак не называл. Ну, а вы видите, какие последствия-то это все возымело? Я не знал просто, что у него это вызовет такое желание... А просто не надо про свою жену плохо говорить по сторонним людям. Я просто, скажем так, действительно обсуждать жену нехорошо было, но я ничего плохого про нее не говорил. Как ты ничего плохого не говорил? То есть ситуация даже укрепила ваши семейные отношения? Да? Да, конечно. Жена убедилась, что я ей не изменяю. Тогда за что моральный вред? За то, что я не мог никак провести лекции с учениками, потому что это смех только... Но вам лечение помогло? Вы вообще не заикаетесь? Да, помогло, конечно, но вот пришлось потратить 50 тысяч, конечно. Так, а кто у нас свидетель-то? У вас свидетель? Да, мое свидетель. Пожалуйста, пригласите свидетель-листца. Свидетель-листца, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Пряхина Яна Денисовна. Что можете пояснить по существу спора? Я считаю иск мужа справедливым. Если бы охранник Вадим Трегубов не спровоцировал меня, сказав, что мой муж изменяет мне с Лидией Ветровой, а потом не вложил мне в руки свой электрошокер, сказав, что Лидия Ветрова массивная женщина, и я могу использовать шокер вместо дубинки, что я и сделала. Я вошла в подсобку и увидела, что Ветрова сидит на моем муже и сбила ее ударом по голове с мужа. Правда, использовать шокер в отношении мужа по прямому назначению, это была уже моя инициатива. Но уж больно довольным он выглядел, развалившись на диване. Ты бы видела, с каким лицом он тебя оскорблял. В любом случае, мы с мужем сами во всем разберемся. Да, разобрались уже. Да, разобрались. И тебя это никак не касается. Меня бы это никак не касалось, если бы он мне все уши не прожужжал и потом не притащил сюда. Ну все уже, уже, видите, семья воссоединилась, все у них хорошо. Может быть, даже вы этому поспособствовали. Суд удаляется для вынесения решений. Прошу всех встать. Далее в программе. Лук на нее поднимал. Об этом ты сказать не хочешь. Тяжелые времена были у человека. Всякое бывает в жизни. У меня тоже бывают тяжелые времена. У меня сейчас из-за тебя тяжелые времена. Женщина потеряла голову от любви и лишилась квартиры. Почему дочь сначала приютила бездомную мать, а потом выгнала ее? Узнаем об этом в суде. Я дал Вале эти деньги 550 тысяч наличными. Ну, как бы вприданное, да. То есть принял ее обратно. Только мне кажется, это все странным. Женщина развелась с мужем, потому что он неправильно выдавливает зубную пасту из тюбика. В качестве компенсации своих душевных страданий она хочет половину от его машины. Подробности в суде. Оглашается решение. Суд принял решение. Иск о возмещении вреда здоровью и моральный вред удовлетворить частично. Взыскать с ответчиков, пользуясь сам, материальный ущерб в сумме 25 тысяч рублей. Во взыскании морального вреда отказать. Истец в судебное заседание представил договор об оказании платных медицинских услуг на сумму 50 тысяч рублей. В соответствии с статьей 1085, часть 1 Гражданского кодекса РФ, при причинении гражданина увечья или ином повреждении его здоровья, возмещению подлежат расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств и так далее. То есть все виды помощи, в которых пострадавший нуждается и которые он не имеет права получить бесплатно. Закон не позволяет суду уменьшить размер компенсации выше указанных дополнительных расходов, которые предусмотрены указанной статьей, связанных с причинением вреда, независимо от вины потерпевшего. Поэтому истец имеет право на возмещение вреда здоровью. Ответчик обязан возместить причиненный вред и расходы, понесенные на лечение, в полном объеме. Так как тот вид лечения, который получил истец, он не мог получить бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Поэтому суд взыскивает с ответчика в пользу истца сумму в размере 25 тысяч рублей. Что касается возмещения морального вреда, то ответчик причинил вред здоровью истца, это установлено судом. Соответственно, истец имеет право на возмещение и морального вреда, то есть на компенсацию физических и нравственных страданий в соответствии с положениями закона. Однако при наличии всех обстоятельств, которые были изучены в судебном заседании, а также требования закона о разумности и справедливости, а также учитывая именно эти обстоятельства, которые привели к причинению вреда здоровью, суд не усматривает возможности взыскания с ответчика в пользу истца морального вреда. И в этой части суд в иске отказывает. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Да, я признаю свою вину в том, что я обсуждал свою жену. Возможно, не стоило совершенно этого делать. И, скорее всего, я больше этого никогда не буду делать. Я действительно очень испугался ее потерять. Я уверен, что эта ссора у них не первая и далеко не последняя. И дубинка или чем угодно, но я ее веду. И надеюсь, она все равно будет со мной. Такого количества семейных тайн вы не узнаете больше нигде. Да и ко всему он еще являетесь моим любовником. Что? Даже от подружек скрывают то, что Елена Кутьяна слышит каждый день в этом суде. Да, у нас был секс. Не пропустите. Дела судебные. Новые истории. Никогда ему ни с кем не изменялось. А вот эти вот рога, ты мне скажи, вот эти вот, откуда рога вот эти вот? С понедельника по пятницу на нашем телеканале. Истец требует вселить ее в квартиру и не чинить препятствия в пользовании жилым помещением. Ответчик исковые требования не признает. Просит снять с регистрационного учета и выселить мать из квартиры. Истец, я вас слушаю. Я Комарова Валентина Ивановна. Я обратилась в суд, чтобы он признал мою родную дочь, чтобы она пожалела свою мать и разрешила спокойно мне проживать в квартире по месту регистрации. А зарегистрирована я в квартире дочери Ирочки. Это ее вторая квартира. У нее есть еще квартира в центре города. Я там прожила полгода. Квартира, конечно, маленькая, на окраине города. Но все ж таки это свой угол. У Ирочка у меня умница, целеустремленная. Она сама заработала на обе квартиры. Единственное, что замуж не вышла к своим 35 годам, все о карьере думает. А потом я ж ее одна растила-то. На трех работах горбатилась. Вы ж помните времена, какие были тяжелые. Все для нее, все для кровиночки. Образование ей дала. Самое лучшее, высшее, платное. Вот думала, отблагодарит. Отблагодарила. Отблагодарила. Она со мной поругалась, все мои вещи собрала, на лестничную клетку выставила и замки поменяла в двери. Ну, как с бездомной собакой со мной обошлась. Я, конечно, вещи собрала. Пошла у одной подруги пожила. Вошли в мое положение. Потом у приятельницы. Потом на почте. Я на почте работаю. В Каморке меня приютили, пока начальство не узнало. Меня оттуда и выгнали. И сейчас я живу в хостеле. В хостеле я живу, Ирочка. А почему у вас нет своей квартиры? Ну, это другая история. То есть у вас другого жилья нет? Другого жилья у меня нет. Накопления у меня тоже нет. На почте я зарабатываю всего 12 тысяч. Вот у меня и справка есть о доходах. А если снимать-то квартиру, это 7 тысяч отдай. А жить-то останется на что? 5 тысяч? А живое сейчас, там же условия невозможные. Из соседних республик соседи у меня. Я обратилась по рекомендации в бесплатную юридическую консультацию. И мне сказали обратиться в суд, чтобы до пенсии-то мне далеко, а жить-то мне где? Вот я и обращаюсь в суд, чтобы он обязал мою дочь беспрепятственно мне жить в квартире по месту регистрации. Может быть, это соседство тебе на пользу пойдет. То есть вы зарегистрированы в квартире, которая принадлежит вашей дочери. Представлена выписка из домовой книги. Совершенно верно. Справка о доходах. 12 тысяч. А другую работу не пытались найти? Ну, куда в моем возрасте? Ну, в каком таком возрасте? Ну, до пенсии 4 года. Ну, кому мы сейчас нужны? Только везде молодежь. Ну, вы же, я так понимаю, у вас нет инвалидности, какого-то серьезного заболевания? Сейчас рынок труда огромен. Пожалуйста, хоть няней, хоть кем. У вас образование-то какое-то есть? Образование есть. Ну, вот. Ну, что же, на почте за 12 тысяч? Конечно, ни на что денег не хватит. Пожалуйста, отвечите. Я вас слушаю. Иск признаете? Нет, Ваша честь, иск не признаю. И вообще должна сказать, что мама бы могла дальше жить в этой квартире, в которой я ее сама зарегистрировала. Только она привела туда чужого человека совершенно, чуждого нашей семье. Она привела туда своего Альфонса Кирилла. Он не Альфонс. Может быть. У Вашей мамы денег нет, чтобы Альфонсу содержать? Они были. У нее 12 тысяч зарплата. У мамы были деньги. У нее была не зарплата. У нее была собственная квартира. У нее были собственные сбережения. Да вот только этот вот человек, ну, можно сказать, он фактически обокрал ее. Ну, она обманула ее просто, на самом деле. Мама, простите, конечно, повела себе, ну, просто не могу другого слова подобрать. Она ведет себя как дура. Как маленькая девочка. Ну, тем не менее, она Ваша мама. Давайте без оскорблений. Хорошо, простите, Ваша честь. Попала в ситуацию, это называется. Простите, Ваша честь. В общем, она отдала ему все эти сбережения, все эти накопления. Я с ней сразу говорила, что эти отношения ни к чему хорошему не приведут. Почему он Альфонс? Потому что он на 20 лет ее младше. Мама, он мой ровесник практически. Это как раз-таки не аргумент. А вот то, что он деньги забрал, это да. Хорошо. Он ей много чего наобещал. Он обещал ей женитьбу, он обещал ей отдых, обещал ей, что она найдет себе какую-то работу. В итоге он ее просто банально обманул. Мы с мамой вообще изначально из-за чего поругались? Из-за того, что она решила, что я просто из вредности, из-за того, что у меня нет своей личной жизни, видите ли, решила помешать ее, простому женскому решению. Ну, ты сразу его не влюбила? Сразу. Потому что я сразу поняла, Ваша честь, что он, ну, нехороший человек, что он просто обмануть хочет мою маму. Потому что у него на тот момент ничего не было, зато как появилась мама, так сразу началось. И квартира будет, и ипотеку возьмем и женимся. Причем, что самое интересное, что сначала возьмем ипотеку, а уж только потом женимся. И в итоге что? Мама отдала ему все эти сбережения, отдала она ему лично в руки все свои деньги. И продала ради него свою квартиру, однокомнатную. А зачем ему нужны были деньги? А для того, чтобы поехать в отпуск. Он ей сказал, что сначала отдохнуло. Для того, чтобы в отпуск поехать, не надо продавать квартиру. Нет, продажа квартиры нужна была для того, чтобы взять ипотеку, а сбережения остальные, свои деньги, она ему отдала для того, чтобы они поехали отдыхать перед свадьбой, так сказать, медовый месяц пред свадьбой. На сбережения съездили Ипотеку он взял Взял на себя Квартиру они купили Как только квартиру купили Он сразу поменялся Он стал раздражительным Даже агрессивным по отношению к маме Руку на нее поднимал Об этом ты сказать не хочешь Всякое бывает в жизни У меня тоже бывают тяжелые времена У меня сейчас из-за тебя тяжелые времена Руку на нее поднимал Ну жили, жили, она мне об этом не рассказывала Мы с ней очень долгое время не общались Три месяца, потому что мы как раз на этой почве Очень сильно поругались В итоге через три месяца она приходит ко мне В слезах, в истериках Он бросил меня, выгнал меня из квартиры Ну то есть он там так и остался жить Выгнал меня из квартиры Не знаю что делать В итоге у меня есть просто Своя съемная, ой не съемная Своя собственная квартира, которую я Сдавала в аренду В итоге пришлось что Пришлось договор аренды разорвать Выселить тех людей, которые там были Вселила маму Вписала ее туда, чтобы она бомжом Все-таки после такой ситуации не осталась Я же тоже все понимаю Ну бывает всякое Если бы только это всякое Не повторилось снова Потому что через какое-то время Я прихожу в свою собственную квартиру Где живет моя мама И простите меня, конечно Но я опять там вижу этого козла Этого же? Этого же Этого же самого То есть она без моего ведома Решила поселить его туда Якобы он вернулся И справился А квартира, которую он купил в ипотеку? Неизвестно, что с ней стало Я не знаю Может быть, мама знает Южечка, ты считаешь Меня уже влюбиться нельзя по-настоящему Товарищ судья Квартиру В суде нужно обращаться в вашу честь Ваша честь, простите Квартиру-то он продал И деньги выложил в бизнес 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 сейчас развивается И очень даже неплохо И совсем скоро Мы купим А где он живет сейчас? В моей квартире Не знаю где Этот козел В смысле? Нет, жил, пока я его не выгнала Сейчас не знаю, где По хостелу, наверное, скитаются Я так понимаю, что вы всех выгнали? Всех Ну и где он сейчас живет? Не знаю, ваша честь А куда же он делается? Вечерами Но он ничего больше пока не рассказывает Не хочет меня расстраивать Но он очень меня любит Вы понимаете? Я-то в кои веки счастье обрела Ну почему я должна жертвовать чем-то? Вам очень дорого это счастье обошлось Мы просим всего полгода пожить еще в этой квартире Мы? Это кто? Я и Кирилл А где Кирилл у нас здесь? Он в суде не присутствует Вы за него просить не можете Я прошу Ирочка, я прошу Всего полгода Всего полгода и мы съедем от тебя Нет, но вы же просите вместе с Кириллом У вас иск заявлен только от вас Кирилл ваш здесь вообще ни при чем Поэтому Либо вы с дочерью сами договариваетесь Но без Кирилла Я так понимаю, что если мама будет одна Вы не будете возражать? Не буду возражать Но только эта проблема у них уже Не в первый раз И честно говоря, я за свою собственность просто уже боюсь Ну а что с вашей собственностью может случиться? Ну у него наверняка уже на нее есть какие-то планы Я не знаю, что он маме наплел Ну послушайте, он же не заставит вас подписать какие-то бумаги? Лишь бы мама не заставила А мама не может распоряжаться вашим имуществом Вы уже совершеннолетняя, поэтому вам опасаться нечего Ну а вам маму-то не жалко? Жалко маму Вы же видите, что сейчас это больше похоже на некое заболевание Которое, конечно, пройдет со временем Я согласна Мне кажется, маме нужна какая-то психологическая помощь Ну а как вы сейчас можете допустить, что ваша мама При всей вот этой ситуации, которая сложилась, живет в хостеле? Я вам честно скажу Вас это никак не заботит? Я вам честно скажу, что может быть это ей на пользу сейчас пойдет То есть вы решили маму повоспитывать? Абсолютно Поменялись ролями? Думаете, что пойдет на пользу? Я очень на это надеюсь, ваша честь Ну лишь бы не было беды Потому что, знаете, тоже рискованное такое мероприятие Так, документы мне передайте через судебного пристава То есть вы категорически возражаете даже, чтобы она полгода пожила в вашей квартире? Они у меня оба уже вот тут вот Они у меня уже по горло просто достали Они вот тут у меня уже оба сидят Сначала одно, потом другое Я на самом деле просто боюсь своей квартиры Я не знаю, что там происходит в мое отсутствие Я не представляю, что они там делают Чем они там занимаются Я их оставлю сейчас на какое-то время Они ее сдадут, ну как-нибудь нелегально Может быть, тем же самым иммигрантам С которыми мама сейчас соседствует Мило вас Суд удаляется для вынесения решения Прошу всех встать Далее в программе Я дал Вале эти деньги 550 тысяч наличными Ну как бы в приданное, да То есть принял ее обратно Только мне кажется это все странным За 4 года женщина 6 раз вышла замуж При этом мужей у нее было всего двое Как такое может быть? Узнаем в суде Оглашается решение суда Суд принял решение Иск о вселении и нечинении препятствий В пользовании жилым помещением Оставить без удовлетворения Иск, встречный иск о выселении И снятии с регистрационного учета Удовлетворить Прекратить право пользования Комаровой Валентины Ивановны В квартире, принадлежащей Комаровой Ирине Михайловне И также снять Комарову Валентину Ивановну С регистрационного учета По месту жительства Суд учитывает, что Алиментных обязательств У дочери по отношению К матери не имеется Поэтому в связи с прекращением Семейных отношений Право пользования матери В квартире прекращается Она подлежит выселению И снятию с регистрационного учета На основании части 1 Статьи 35 Жилищного кодекса Российской Федерации Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда В иске отказать Встречный иск удовлетворить Не знаю теперь, как я буду жить Куда я подамся Никак не думала, что моя дочь Окажется такой бессердечной Ну я маму не брошу, конечно Я буду за ней наблюдать Буду помогать ей Но и потакать ее Любовным историям Я не собираюсь В правовом конфликте Побеждает тот, кто первым Обратится к юристам Я платила Я хочу забрать свое Не перебивай, мать Если вы не можете вернуть Свои деньги Вот, пожалуйста 150 тысяч Можешь пересчитать Если семейный скандал Вот-вот превратится в развод Кристина, опомнись, блин Обращайтесь в нашу Юридическую консультацию Люблю свою работу Это бесплатно Истец требует развода И раздела имущества Ответчик иск о разводе признает Не признает иск о разделе имущества Слушаю вас, пожалуйста Уважаемый суд Дело в том, что ответчик Мой трижды муж Мы с ним два раза женились Но у нас не получалась Семейная жизнь Дело в том, что Валя Еще с института За мной ухаживал И еще так же ухаживал За мной друг Леня Но я выбрала Валю Потому что Валя очень романтичный Он вот приду с работы Он цветы Лепестки роз Свечи Романтика Но романтика быстро закончилась И, к сожалению Для семейной жизни Он оказался полностью непригоден Не знает даже Как зубную пасту правильно Выдавливать Я вот ему говорю Когда ты жаришь еду Ну, две капли масла Ну, добавь это полезно И все Нет, он пол бутылки И все Стулья Поел Ну, задвинь ты за собой стулья Ну, что такое Он Стулья в хаотичном порядке Обувь не пойми как В итоге я с ним решила Развестись И уйти к Лене Ну, Леня тогда Стал за мной опять ухаживать Чувства всколыхнулись Но вы не подумайте Я не девушка Не ветреная Я должна Чтобы все было по закону Все правильно То есть я за всех Выходила замуж В итоге За всех двоих Ну, да Так получалось просто Я даже не знаю Вот, ну, как бы Ушла к Лене Мы поженились Все Прожили с ним 11 месяцев Там, конечно Порядок полный Чистота Все Я хотя бы себя женщиной почувствовала Не посудомойкой Но быт тоже нас быстро съел Я поняла, что я не могу Скучаю по романтике Ну, как-то вот Свечи, цветы Ну, тут Валя опять объявился Сказал, что любит Изменился Ну, я поверила Вернулась к нему Развелась с Леней Вернулась Но Поженились опять, да? Да, опять поженились И в итоге Прожили мы, наверное Ну, 11 месяцев А может быть там полгода Это у вас, видимо Критический срок, да? 11 месяцев Больше не выдерживаете Ну, в общем Люди не меняются Опять начались Разбросанные носки Вещи по всей квартире Ну, я ушла к Лене Леня тогда сказал Возвращайся ко мне Купил свечи и цветы? Леня? Нет С Леней, конечно Романтики не было Нет? Не купил? Ну, я просто бухгалтер Сама Работаю бухгалтером И все-таки поняла Что Валя деньги бездумно тратит Не имеет счет Ничего человеку не нужно Вернулась к Лене Ну, как-то вот С Леней не получилось Тоже брак с ним зарегистрировали? Да, зарегистрировали Второй раз Да А Леня-то пришел? Леня сегодня здесь Да, он попозже И Леня пришел Прекрасно Ну, с Леней развелась В итоге поняла Что все-таки без романтики Я, наверное, проживу А вот в беспорядке никак И я прошу нас развести Мы ничего особо В общей сложности Мы прожили пять с половиной лет Мы нажили с Валентином в браке Была куплена машина А рыночная стоимость ее была Два миллиона сто Но оценочная Миллион девятьсот Вот документы могу передать То есть сейчас она стоит Миллион девятьсот Да, миллион девятьсот пятьдесят А когда вы приобрели машину? Мы приобрели ее в браке Год выпуска 2022 То есть вот в этом браке В последнем Да, вот с Валей, да Только машину Или что-то еще успели? Нет, у нас только машина Я прошу разделить напополам Чтобы, ну Ну, пополам это как? Соответственно, мне Машину кому? Машину не знаю Валя может оставить ее себе Но тогда вернуть половину стоимости автомобиля Компенсацию Да, как лучше Мне, конечно, лучше деньгами Но я не меркантильная Вы не подумайте Я просто хочу получить какую-то компенсацию За потраченную молодость За неудавшуюся семейную жизнь Я тоже имею на это право Моя машинка тут при чем? Передайте документы Через судебного пристава Ваши исковые требования понятны Так, пожалуйста Ответчик Что можете сказать? Согласны с иском о расторжении брака? Ваша честь С разводом Я полностью согласен Мне надоели вот здесь уже эти качели Туда-сюда Я уже не могу Вообще Я никакой нормальный парень Такой же, как и все обычные люди Ну да Не задвигаю там стул В какое-то время Не мою посуду за собой сразу Но потом обязательно Мы могли бы за три брака научиться Да Ну могла бы и привыкнуть То, что я такой Действительно Я такой же, как и все обычные Никакого порядка Так что с разводом я согласен Нет, некоторые мужчины, кстати, обучаемые Вот просто скажешь раз сто И все-таки Нет, Валя у нас не меняется Валя не меняется Ну не такие уж прям и беспорядки я устраиваю В общем, с разводом я согласен А с разделом имущества ни в коем случае не согласен Этот автомобиль я купил сам На свои собственные деньги На свои честно заработанные И купил я его Ну где-то, наверное, спустя две с половиной недели После того, когда мы поженились в третий раз Так что она к этому автомобилю Никаким образом не причастна Но он был куплен в браке Ну и что, что в браке Я эти деньги откладывал до того Когда мы с собой поженились в третий раз Я, вот пожалуйста, все выписки У меня здесь банковские есть Я откладывал все эти деньги на машину Жил на 20 тысяч рублей Голодал, никуда не тратил Ни налево, ни направо Все только для автомобиля Автомобиль был куплен в браке И тебе помогал мой прошлый муж Ваша честь, я прошу вызвать свидетеля Леню, моего бывшего мужа И он расскажет вообще, как все было Что ты не сам, он тебе помогал И ты это знаешь Ну не только он мне на самом деле помог Я еще и друзей занял Другую сумму Но ты-то никаким образом к этому автомобилю не причастлива Но мы же семья И вообще этот автомобиль стал первой ссорой нашей в третьем браке Потому что ей он не нравился Говорит, купил себе внедорожник какой-то для рыбалки, для охоты А я на работу даже и по своим делам мотаться не могу Надо было что-то девчачек купить Да зачем мне это нужно? Если я купил для себя, это моя мечта была Скажите, пожалуйста На момент регистрации брака У вас уже были эти денежные средства на счете? Да, вот В какой сумме? В какой сумме? Порядка миллиона с чем-то Миллион девятьсот что ли Я уже сейчас не вспомню Ну вы не вспомните, суду нужны эти сведения Для того, чтобы вынести правильное решение Ну, значительно большая сумма была Порядка полутора миллионов И мой бывший муж тебе одалживал Давайте я посмотрю документы Вот, пожалуйста, здесь договор купли-продажи автомобиля Автомобиль приобретен, вы сказали, за 2 миллиона 100 тысяч Правильно? Да Так, договор купли-продажи автомобиля Приобретен за 2 миллиона 100 тысяч Справка Что это, какой-то кредит, что ли? Что это? Там частично был взяток Понятно И вот ваше накопление И получается, что сумма 1 миллион 820 у вас было на момент регистрации брака Именно их вы сняли Да И получается, что вы добавили 280 тысяч А где 280 тысяч? Я занял у друга эти деньги Вот мой бывший муж одолжил ему эти деньги Я прошу вас вызвать свидетелей Не твой бывший муж эти деньги занял Это совершенно другой человек был Я прошу вас Пожалуйста, пригласите свидетеля Свидетель истца водите Это было все куплено в браке, Валь Автомобиль просто долго шел Представьтесь, пожалуйста Ваша честь, здравствуйте Меня зовут Большаков Леонид Михайлович Я подтверждаю, что данный автомобиль был куплен также на деньги Которые я давал Вале Как все было дело? Мы с Аней немножко поссорились Ну, как немножко? Достаточно сильно Вот И я понимал, что она начала грозиться Что я уйду опять к Вале Я понимал, что я не смогу ее удержать Да и не хотелось тогда ее удерживать Все-таки сильная ссора, да, Аня была? Ну, да Он был неправ тогда Я согласен Но я порядочный человек Я не мог ее выставить просто так на улицу Мы встретились с Валей И я знал, что он копит на автомобиль И ему не хватало денег Но так же он метался Примет он к себе Аню опять Или не примет Ну, все-таки Аня девушка своеобразная Безумная Безумная Поэтому я дал Вале эти деньги 550 тысяч наличными Чтобы он принял ее обратно? Ну, как бы в приданное, да То есть принял ее обратно Вот И моя душа будет спокойная И Аня на этом, кстати, настаивала Только мне кажется это все странным Ну, это очень порядочно Он просто побоялся, что Как бы будут трудности у нас с Валей Тем более, как бы они дружат Ну, так не То есть вы дали 550 тысяч? Да Как приданное? Как приданное? Причем с машины? Ну, я знал, что Валя копит деньги И ему не хватает денег Для покупки авто А сколько ему не хватало денег? Он не говорил, сколько не хватало Но я дал ему 550 тысяч Ну, а почему вы думаете, что эти деньги Он потратил на машину? У вас есть какие-то доказательства этого? Доказательств нет Но получается так, что Как только я дал ему эти деньги Через какое-то время Он оплатил полностью автомобиль Он еще говорил, что он задерживается И когда он пришел Он сразу его оплатил Ну, просто мы семья Мы не брали никаких расписок Что я не знала, что Валя так себя поведет Вот именно Я передала деньги и все как бы Я эти деньги взял Но сразу тут же отдал Гане Ничего ты не отдавал Без всяких расписок, безусловно Но все эти деньги я отдал сразу тебе Ну да, 10 тысяч рублей потратил на коврики Ну пускай, ради бога, эти коврики из машины забирают Ничего он мне не отдавал А то, что там я покупала Это швабры для дома Картину, цветы Ну это все для дома Но это никаких не 550 тысяч Целый грузовик пришлось вызывать Когда она переезжала от Лени ко мне А как ты думал? Причем даже все эти Побликушки были куплены на мои деньги Этот грузовик, по-моему, вообще дежурил у подъезда Сначала около вашего Потом около подъезда свидетеля Ваша честь, ну а как же по-другому было? Я от одного мужа уходила к другому Вещи перевозила Естественно, а как ты думала? Я платье, туфли, сумки оставлю у Лени? Зачем ему это все? Ваша честь, ну логически подумать На тот случай, если вы обратно вернетесь Уже все надо было бы иметь двух экземпляров Ну я каждый раз думала, что не уйду Так поясните мне, пожалуйста Вот эти 280 тысяч, которые не хватало Я занял совершенно у другого человека У какого человека ты занял другого? Я тебе дал деньги Я тебе давал деньги Те деньги, которые ты мне отдал Я их сразу же отдал Ане Ничего ты мне не отдал? Сразу же отдал 10 тысяч рублей только взял на эти коврики долбанные Ничего ты мне не отдал? Ну как получается, что вот сразу ты купил автомобиль Как я тебе деньги отдал? Ну как получается, может он в лотерее выиграл? Ну он же говорит, что за... Прошу всех встать Оглашается решение Суд принял решение Иск о расторжении брака удовлетворить Брак между сторонами расторгнуть Иск о разделе имущества удовлетворить частично Признать право собственности на автомобиль за ответчиком Взыскать с ответчика в пользу юстиции Сумму в размере 140 тысяч рублей В судебном заседании установлено Что на приобретение спорного автомобиля Который был приобретен за сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей Были потрачены денежные средства В размере 1 миллион 820 тысяч рублей Являющиеся личной собственностью ответчика Этот вывод подтверждается представленными суду Письменными доказательствами А именно банковской выпиской Оставшиеся 280 тысяч рублей Которые были добавлены для приобретения автомашины Суд признает общим имуществом супругов Именно половину этой суммы Суд взыскивает с ответчика в пользу юстиции Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда Иск удовлетворить частично Ну я конечно от Вали такого не ожидала Я думала он романтичный такой А он оказывается жадный Я конечно Аньку люблю Точнее любил Но четвертый раз я на ней не женюсь Здесь нет банальных разводов Он не изменяет с кем? Со своей бывшей женой Здесь каждый день душераздирающие драмы Он использовал мою четырехкомнатную квартиру Для жизни со своей любовницей С самыми интимными подробностями Он вообще противный Ему воняет Да, поэтому пойду с ним пересплю Молодец Дела судебные Новые истории На нашем телеканале Субтитры создавал DimaTorzok